Многие ошибочно предполагают, что в наше отделение приходят умирать. В нашем отделении людям помогают жить. Так охарактеризовала работу своего коллектива заведующая отделением Татьяна Воробьёва. Здесь проходят лечения пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, онкологией, деменцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Палиативная помощь включает как симптоматическое лечение, так и социальную адаптацию, работу с психологическими проблемами. Для госпитализации в наше отделение необходимо направление, которое выпишет участковый терапевт, либо врач узкой специальности, у которого наблюдаются пациенты. Также могут выписать направление врачи стационарных отделений, где находится пациент. Потому что иногда мы переводим пациентов из других отделений, которым нужно необходимо дальнейшее продолжение лечения. Существенно облегчает работу медперсонала современное оборудование отделения. В каждой палате установлены электрокровати с туалетом и функцией переворота. Спинную и ножную секции кровати поднимают с помощью пульта. Электроподъемник помогает в перемещении пациентов с кровати на каталку. А благодаря столу-вертикализатору человека проще посадить или поставить на ноги. Есть кислородный концентратор, через которого проходит воздух через специальные фильтры. И при выходе мы получаем чистый кислород. Активно у нас этот аппарат применяется для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с дыхательными проблемами. Отделение рассчитано на 40 пациентов и сейчас все палаты уже заняты. Медицинскую помощь здесь оказывают бесплатно. Полис ОМС не обязателен. Раньше в городе было отделение сестринского ухода, в котором помогали неизлечимо больным. Возможности отделения паллиативной помощи гораздо шире. Мы можем проводить все обследования, которые есть в больнице и пользоваться любой аппаратурой и в нашем доступе любые препараты. Это очень важно, потому что, к сожалению, как и везде в нашем городе, много заболеваний неизлечимых, хронических, прогрессирующих. Персонал работает не только с пациентами, но и с их родными. Им рассказывают о том, как правильно ухаживать за больными. В будущем для родственников планируют составлять памятки. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Службы новостей Саров, 24.